Ребята, не забываем то, что если эта серия наберет 500 лайков, то сразу же выходит новая серия. То есть, будут ли две серии в один день, зависит только от вас. Поэтому, если вы хотите видеть еще одну серию, которая, возможно, выйдет сегодня, все, что от вас требуется, это поставить лайк. Всем приятного просмотра. Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Эдисон, и сегодня мы продолжаем играть в Pixelmon. В нашем замечательном мире покемонов. Что мы будем делать в этой серии? Сразу поспешу в Эстерстрой, то, что в этой серии мы не будем никого добавлять, мы не будем никого убирать с музея, потому что, ну, не буду лагать, я не ленивая жопа, которая забыла, или, можно сказать, даже не имела времени сделать вот это все и проверить каждого человека, там, в принципе, люди и так. Ну, достаточно проверить каждого человека, комментировал ли он в предыдущей серии или нет, но, ух, ребята, какой подарочек. Блисси, Блисси Басяндра. Я, наверное, выключу шейдеры, почему-то у меня, вот знаете, тогда есть такая фишка иногда, когда-то лагает, когда-то не лагает, и я не понимаю, почему. Может, шейдеры баганы, охрене узнают, честно, ребята. Я не представляю. Едурина, 45-й, Энтейс, Сива, Далтанжелка. Кого, ребята? Наверное, нашего крутого перца. Да, ребята, не забываем писать в комментариях то, что мы банда крутых перцев. И знаете, как сейчас давайте лучше писать? Сейчас. Пока у нас вот это все. Ютюрн, ла-ла-ла, ла-ла-ла, поизон. Ну, поизон, я не знаю. Ага, замечательно, замечательно, замечательно. Давайте писать или вот так, смотрите, если вы состоите в нашей армии подписчиков, в нашей банде. Или вот так, смотрите, банда крутых перцев. Или вот так, или скорочено, если вам там, блянь, писать что ли, вот так. БКП. Банда, ребята, мы армия. Вступайте в нашу банду крутых перцев. А почему крутых перцев? Смотрите предыдущую серию. Ну, или просто-напросто можно вот так, вот так, по. Как это расшифровывается? Это пеппер... Нет. Пеппер с... Вот так. Пеппер сами, ребята. Ну, лучше, конечно, наверное, вот так или скорочено. То есть, по-русски, да, мы же русские. В какой-то степени. Не, ну, я извиняюсь, если я не хочу никого убедить. Там есть русские, украинцы, есть там с других стран, там, с Казахстана. Ну, я надеюсь, что есть, да? А поэтому, ребята, пишите. Мы все состоим в одной нашей дружной банде, ребята. Ну что? Наш крутой перец прокачан. Нам его нужно прокачать. И еще, то есть, Глэйгар 48 уровень, нам нужно уже его потихонечку эволюционировать в Глайскоро, да? И, наверное, в этой серии мы этим займемся. Поэтому нам нужно дождаться ночи и прокачать один уровень нашему Глэйгару. У нас, я надеюсь... Да, есть у нас. Есть у нас эта шапочка. Нужно одеть. Ага, ну, сейчас. А тогда Экспешер мы перекладываем на Севадла. И Разурфан берем и одеваем на нашего Глэйгара. Потому что в скором времени... Ну, как в скором времени? Уже, уже, уже Лукарио старенький. Он уже будет сдавать пост капитана нашей команды. И на его место будет идти Глэйгар. Точнее, этой ночью. Ждем этой ночи. Этой ночью уже этот пост займет, конечно же, Глайскоро. Поэтому, ребята, ждем ночи. Я надеюсь... Это что? У меня такого еще никогда не было. 10 фпс? Ты что, нафиг, с ума сошел, что ли? Ребята, у меня такого еще никогда не было. Ух, это у меня, что, наверное, шейдеры заглючили. У меня, ребят, такого еще никогда не было. Так мало фпс. У меня... Я не знаю, почему... Вот что у меня такого включенного, что у меня... Не знаю, ребята, честно. Ну, ладно. Иногда, знаете, есть такие заскоки у этих шейдеров или еще чего-то. Потому что я, ребята, честно, не понимаю. Ну, что? Что нам там нужно сделать, чтобы уже закончить стенды? Ботиночки, ага, и крылья. Золото есть? Замечательно. Ботиночки для одного сета, крылья уже для другого. Ух, хрена себе. Замечательно. Ой, почему сюда? Вот, ребята. Один. Замечательно. А я не припоминаю, как там... Да вашу ж мать... Быстренько поменяем. Я не думаю, что это много времени займет. Ла-ла-ла. И вот так. Замечательно. Как там называются вот эти крылья? Флай. Да. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Вот они. Ага. Ага, 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 ага. Угу. Угу. Так, сначала делаем сам нагрудник. Твою нафиг. Замечательно. Нагрудник. Потом. Это вроде вот так. Это вот так, вот так, вот так. И вот тут вот так, вот так, вот так, вот так. Заметь. А у нас такие крылья? Вроде такие. Фух. Ну что. Лишний хлам мы сейчас выкинем. Выкинем, точнее выложим в наши сундучки. А что мы можем выложить? Ну давайте вот это выложим. Яички мы, наверное, просто потом выкинем. Зачем нам яички? Нет. Ну всем парням нужны яички. Но не в майне. То есть в майне они, можно сказать, в какой-то степени. Ну, если вы, конечно, фермера делаете. Но ферма с пиксельмоном нам не очень важна. Можно и так сказать. Это. Это. Что у нас? Почему у меня столько много кабустона? Где мы вообще шастали в предыдущей серии, что у меня так много кабустона? Хрен его знает. У-у-у. Ребята, смотрите, что мы сейчас делаем. Что мы сейчас делаем? Если мы будем спать этой ночью, то мы... То мы, то мы ее проведем. С нашими телочками, за которыми мы охотились. Вот как раз одна телочка ходит. Но нет, ребята, я не извращаю покемонов. Мы проведем в нашем гостевом домике. Вот. Ух, как красиво у нас тут. Шейдерами еще намного лучше. Но почему-то шейдеры в этой серии очень шалят, если честно. Я не знаю, почему охренеть 10 FPS. Даже шейдерами, когда прям, знаете, такая уже нижняя планка, что уже почему-то лаги. То даже шейдерами минимум там 20 FPS. И то, когда уже глючит. А так шейдерами должно быть около 30, потому что все-таки это шейдеры. Я не знаю, как это настроить. Конечно, например, на других серверах, то есть на том же Record World, где там с шейдерами стабильно, там 60-70 FPS. Но на том же сервере у нас нет музея, как у нас в этой серии. Спиру, спиру есть уже. А знаете, что все покемоны, которые находятся там в музее, это, ребята, жопа. Как вот эти лаги, как эти статуи влияют на лаги. С этими статуями, ребята, FPS падает от 70 к 10, 20. Это, ребята, очень много. Поэтому я не знаю, почему такая разница. Но, наверное, все-таки статуи. То есть они тоже какую-то там память жрут. И, наверное, поэтому такие лаги. Потому что, мне кажется, ненормально, что Майн жрет 1400 памяти от всего рама, то есть от Азушки. Это, если честно, очень много. В то время, когда на другом сервере с шейдерами там жрет, ну, 300-400. Это все леяет, конечно, в принципе, и сам мод Pixelmon, потому что он много чего добавляет. Ну и, конечно же, статуи, потому что статуи это капут, ребята. Как они там жрут вот это все. Ой, я не на себя хотел одеть, а вот так. Ой, это что еще за хрень? Первый стенд готов, второй стенд готов. И сейчас еще третий стенд. Опа. О, ни хрена себе сам оделся. Круто, ребята, круто. Три стенда у нас уже готовые. Ну, алмазный стенд. Я, ребята, честно не знаю, что делать с этим алмазным стендом. У нас нет алмазов, поэтому пока что мы его не будем заниматься. НТ-чик, дай я на тебя налюбуюсь. Спасибо тебе за то, что ты заспавнился. А то мы уже потеряли веру, да, ребята? Что уже никакая легенда больше нам никогда не заспавнится. Ну, нет. Энтей оживил у нас надежду на то, что легенды на нас не обиделись. И все-таки они продолжат спавниться. Я надеюсь. А чтобы это подтвердить, мы сейчас идем к целой би. Вы не верите, что сейчас целой би заспавнится? Как вы можете мне не верить, что сейчас целой би заспавнится? Смотрите. Три, два, один. Во. Ну, смотрите. Ну, сейчас прям. Прям. Она задерживается, но все же. Чуть-чуть подождите. Ща будет. А ну, давайте вот тут шейдеры включим. Нет, ребят. Это мне, наверное, майн просто нужно перезагрузить полностью. Потому что, знаете, бывает... О, байдизар, ни хрена себе. О, сибаду. А, то есть, знаете, бывают такие иногда лаги, когда, например, ты запускаешь майн, и он как-то каким-то кривым, что ли, путем запустился. Каким-то баганутым путем то, что он глючит. Если ты берешь просто, выходишь и заново перезапускаешь майн, и заходишь, и все, в принципе, уже не глючит. И... Хрен поймешь, почему иногда вот такие изменения бывают, да? Ребята, мы же ждем ночи. Мы же ждем ночи, а ночь уже, мне кажется, принято... Да, ночь уже скоро. Поэтому, ребята, в скором времени мы пойдем уже на Бишарпов. Можно, конечно, не париться по этому поводу. И, например, пойти туда же, убить одну близь и просто уже, наконец-то, эволюционировать нашего глайгера. Но я не хочу очень такой простенький способ. Зачем? То есть, здесь мы сейчас... Смотрите, как мы делаем. У нас капитан команды остается до тех пор, пока мы его... Куда я нахрен тп? А, пока он не станет сотым уровнем, да? То есть, как только капитан команды становится сотым уровнем... Ну, зачем его дальше качать? То есть, все, он стал сотым уровнем, можно его выкладывать. Можно и так сказать. А если мы еще продолжим качать глайгера, когда он эволюционирует, эволюционирует уже глайскора на Блисси, то, в принципе, как... О-о-о-о... А хотя, я не знаю. Ну, сейчас, сначала об этом. Если мы продолжим прокачивать нашего глайгера и нашего потом, в дальнейшем, глайскора на Блисси, какой тогда смысл, если мы его прокачаем до сотого уровня? Он уже сорок восьмой уровень. Если мы его прокачаем до сотого уровня в течение, там, нескольких серий, мы его уже, в принципе, сразу же выложим и возьмем какую-то новую легенду. В чем смысл тогда каждую пару... Не легенду, а нового капитана. В чем смысл тогда каждой пару серий брать нового капитана, да? Я не знаю, ребята, честно. Я, может, даже так думаю, что мы своим капитаном будем убивать только таких покемонов, например, когда мы качаемся там на острове или когда мы там качаемся где-то на горах. А прокачивать своих покемонов с помощью капитана на Блисси я, наверное, не буду этого делать, а будем прокачиваться на Блисси самими покемонами. То есть, если, например, сейчас нам нужно прокачать Анжелку или Сладлона, то мы тогда будем ими самими, наверное, прокачиваться. Конечно, это будет сложно, потому что, мне кажется, Сладлон уже не такой прям какой-то халк, да? Что придет с одной... с одного удара уже раскидает Блисси там 50-го уровня. Поэтому, конечно, мы будем помогать себе и другими покемонами, но все же, мне кажется, что если мы не будем так часто использовать нашего капитана на Блисси, то он, в принципе, чуть дольше продолжится. Потому что Лукарио... Ну, хотя Лукарио нам очень долго послужил, если честно. Но все же, то есть... Мы его начали очень быстро прокачиваться с тех пор, как мы сделали себе качалку Блисси, да? Точно, качалку Блисси. Ребята, давайте так. Меня уже тоже многие подписчики просили. О! О! Легендарный босс! Ребята, мы, наверное, сейчас прям в джунглях и эволюционируем, наконец-то, нашего Глэйгора. Смотрите. То есть... Опа. Нет, я же сказал Опа. Ух, охренеть. У меня даже без шейдеров тут, ребята, влючнее. Это майн как-то запустился очень странно. Наверное, просто... Твою мать. Наверное, просто-напросто нужно его перезагрузить, потому что он реально очень как-то забаганно запустился. Да иди ты сюда, насоленная задница. Не крутися, встань на место. Если ты что, убежишь? Если ты сейчас убежишь. Ууу, хотя вот это... Да, это... Это... Этот удар нормально. Ну что, ну что, Глайскорн? Вылезай. Поздравляю вас, ребята. Сейчас вылазит наш... Наш новый капитан. Давайте поприветствуем его. Глайскорн! Вылезай. Давай. Вступай в нашу банду. Ты же тоже крутой перец. Ты же прям такой... Не знаю. Он выглядит прям, знаете, как... Да я не знаю. Крутой какой-то, что ли. Глайскорн. Вот он, ребята. Наш новый капитан. Ну что, мы не будем так... Да тут... Ага. Ну давайте еще... Может. Ну, а вдруг... А вдруг в этой серии нас ожидает сюрприз. Может, конечно. Но все же... Это выкинем сразу же. Угу, угу, угу. В этой серии выложим Недурину. Точнее, мы еще ее сейчас эволюционируем. Выложим Лукарио. Выложим, наверное, Энтея как бы. Ну ладно, мы его словили. И все, в принципе, можно выкладывать. Мы им, наверное... Ну, сейчас пользоваться не будем. Потому что у нас есть... Новый капитан. Фу, ну, вряд ли тут кто-то заспамится. Шейдеры я уже не буду включать. Ну, знаете почему? Потому что глючит. Это зато можно выкинуть. Это зато можно выкинуть. Ага, ага. Это можно выкинуть, чтобы не мешало. Так, 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 так. Это сюда. Это сюда. Замечательно. Ну что, ребята? Топаем домой. Даже... Даже сейчас мы поспим на нашем новом местечке. Перед тем, как начинать новый день. Новые поиски. Идти убивать Блисси. И, к сожалению, выкладывать нашего любимого Лукарио. Мы проведем спокойную ночку в нашем гостевом домике. И все, ребята. Вот наступило утро. Вот Optifine, как я заметил, он даже не то, что убирает лаги. Он как-то в какой-то степени даже... Ну... Как это можно сказать? Не умягчает, а как бы оптимизирует процесс игры. То есть, он даже с вот этих стекол сделал одно сплошное стекло. Как, по сути, должно быть в реальном мире. Потому что, когда у вас стекло на окне, оно как бы одно большое стекло. Нету такого, что стекло, потом стекло, стекло, стекло. И вот четыре стекла как бы делают одно. Нет. Это как бы Optifine заметил, что ага. Вот все стекла и сдвинул все в одно. Но так же с водой, ребята. То есть, кто играл, точнее, кто смотрел еще до того, как мы установили шейдеры. Или, например, не шейдеры, а Optifine. То есть, шейдерами вода какая-то, знаете, была такими кубиками, как бы разрезами. То есть, нестабильная, можно и так сказать. То есть, она выглядела как-то не очень. А после того, как я установил Optifine, она прям очень такая плавная стала, гладкая. И как бы обычная вода, а не как бы вода, такой обрыв. Потом новый блок воды, обрыв. Ну, как бы вы понимаете, может кто-то когда-то видел. Ну, да ладно, ребята. Сейчас не об этом. Это можно уже выложить. Это можно забрать. Наш любимый Лукарио. Ребята, давайте что-то все вместе, дружно поблагодарим нашего Лукарио. Потому что он действительно сделал прям отличную работу. Он убил даже несколько легенд. Это, можно сказать, уже успех. Потому что он убил Суйкунов, Райкоу. Паскуд, который нас стралили. Но все же, Лукарио, спасибо тебе за успешную и, можно сказать, удачную твою службу. Ты нас... Ты прокачал действительно большое количество покемонов. То есть, он прокачал где-то полностью один или даже полтора бокса покемонов. Потому что до этого нас качал Гроудоша и чуть-чуть Свампер. Но все же Лукарио прокачал нормально наших покемонов. Поэтому, Лукарио, ты отлично нам служил. Но сейчас настало время уже Глайскора. Потому что потрудился немного и хватит на перерыв, да? Потом я смотрю, Метагрос может у нас еще быть капитаном. Да, в принципе, многие покемоны у нас еще могут быть капитаны. Тоже Дратини. Ребят, не смотри, может у кого-то есть вопрос, что это за хрень. Да ничего, я просто порезался, когда там ужин готовил. Но все же... Уже не болит. Не, ну реально, так прям нахрен палец себе чуть не отрезал. Я просто спешил и нужно было быстро это сделать. У нас же Синдаквил еще есть. То есть, у нас есть еще один непрокачанный стартовик. Нормально. То есть, смотрите, ребята. Недурин... А, ну ща, ща, ща. Давайте еще прокачаем Недурину. А, то есть, смотрите, ребята. Давайте в следующей серии мы сделаем качалку. То есть, я только покажу, как делается эта качалка. Просто, может, некоторые подписчики не знают, как ее делать. И я покажу им, как все-таки ее уже можно сделать, чтобы у каждого подписчика моего, с моей банды... То есть, если ты в моей банде, я тебе расскажу. Если нет, это не для тебя. Ты можешь смотреть, но это не для тебя. Хочешь, чтобы было для тебя, вступай в нашу банду крутых перцев. Мы тебя ждем. Прям, знаете, какая-то рекламная там компания, прям так сказал. Ну, все же. В следующей серии я покажу подписчикам, как делается качалок. А, может, многие знают, но также, может, многие не могут знать. И потом в следующей... Нет, из следующей серии точно я очищу музей. Потом в следующей, в следующей серии я добавлю новых людей в музей. Также не забываем комментировать. У нас, кто только присоединился к нам, не забывайте то, что в этом сезоне у нас есть музей. То есть, в музей покемонов попадают только те люди, которые активно комментируют мое видео, принимают активное участие в обсуждении нового видео и также активно ставят лайки. То есть, если ты это делаешь, если нет, но хочешь начать это делать, никогда не поздно. То есть, если я замечаю, что ты там комментируешь, например, от 10-15 серий, я вижу, что ты активно принимаешь участие, то я добавляю тебе в список. Список людей, которые, пройдя очередь, попадут в наш музей покемонов. И, когда твоя очередь уже, наконец-то, настанет, ты попадаешь в музей покемонов, твое имя высвечивается на каком-то покемонном, там, Рандолном, например, может, там, на Черезарье, может, там, на Метагросе, может, даже на Диглите быть. Но это рандом, как повезет, можно и так сказать. И, можно сказать, твое имя увековечится в этом сезоне на одном с многих покемонов, да? Я сначала хотел всех покемонов, которых мы словим, добавить в музей, то есть, чтобы у нас там было этажей так 20 вниз музея, но это нереально. У нас там два этажа огромных в музее, у нас такие лаги уже за этих статуй, что с ума можно сойти, поэтому больше мы, наверное, добавлять не будем. В принципе, этого, можно сказать, хватит. Уже прям выше крыши этого хватает, потому что лаги действительно из-за этого большие. А что, зачем я сюда пришел? А, сейчас. Ага. А, чтобы прокачать Нидурину. У-у-у-у-у-у. Вот так. Замечательно. И больше нам вроде тут ничего не нужно. О-о-о. И мы выбираемся отсюда, ребята. И также я еще что-то хотел. А-а-а, точно. И потом через серию ла-ла-ла-ла-ла. А мы, наконец-то, начнем спаривать покемонов. Нам нужно спарить только двух покемонов, потому что... Или даже трех. То есть, Манчлакс, Манчлакс... Э-э-э... Снорвакс, Снорваксом, чтобы получил Манчлакс. Потому что Манчлакса убрали с этой версии. Я не знаю почему. То есть, он больше не спамится. Электробас с Электробасом. Чтобы получился Эликит. Потому что Эликит тоже не спамится в этой... А Электривай-этотичный Капитан будет. Но, к сожалению, не сейчас. Потому что сейчас у нас будет другой. И также... Нет, я не знаю. Может, там еще кто-то есть. Но я больше не знаю. То есть, ребята, нет. Магби не делается. Мне подписчикам помогали там спаривать. Магмара с магмаром. Но, к сожалению, Магби не делается. То есть, спаун Магби вообще убрали. И даже через спаривание тоже убрали этот спаун. То есть, его вообще никак нельзя сделать. То есть, его можно заспавнить командой. Но больше его никак нельзя сделать. Поэтому, я не знаю. Это как его можно вообще получить. То есть, вообще, существование его в этой версии. Вообще, можно сказать, убрали. Ну что, Нидорина. Давай эволюционируй. Еще одна новая эволюция. То есть, сейчас мы Нидоран Квин выложим. Лукарио, Энтея. Трех новых покемонов, ребята, мы возьмем в этой серии. Нормально, нормально. Да, в принципе, нормально. Сойдет. Опа. Красавец, красавец. Нидор Квин. Вот, ребят. Мы выкладываем Нидор Квин. Мы выкладываем нашего Энтея. Прощай, Энтея. Может, мы с тобой еще встретимся. Но, спасибо за то, что заспамился. И, также, Лукарио, с которым мы уже, можно сказать, попрощались пару минут назад. Ну и все, Лукарио, прощай. Ты отличный покемон. В принципе, первый сотый покемон вообще в этом сезоне. Фух. Так, третий бокс у нас уже прокачанный. Да, третий бокс прокачанный. Четвертый. Уже четвертый начинаем прокачивать. Видите, ребята? То есть, уже Бешар прокачанный. Шестьдесятый. Лукарио у нас идет вместо Свайнуба. Крутой Перец. То есть, Глазкор у нас идет на первое место. Нидор Квин у нас идет... Ну, Снорлакс. Ребят, наверное, Снорлакса мы не будем качать. Потому что мы потом будем спаривать. И мы будем прокачивать не Снорлакса, а Маншлакса. Зачем? Какой смысл сейчас брать Снорлакса, если потом мы будем прокачивать... Маншлакса. Поэтому нет смысла. Берем давайте Края Гонава, наверное. Или Снизла, Пизла. Снизл, Пизл, Карабизл. Так. Или Синдоквила. В этой команде у нас нету огненного покемона. Поэтому давайте берем Синдоквила. У нас есть НТ, но НТ я еще выложу. Поэтому берем. Знаете, кого меня еще просили многие прокачать? Меня еще просили многие прокачать Айпома. Он у нас был. Вот он. Давайте возьмем Айпома. Лайк. Лайк те ребята, которые просили, чтобы я его прокачал. А что тут Флорион делает, если ты уже прокачанный? Сейчас, ребята, давайте еще быстренько посмотрим. Грухдоша тоже прокачанный. Пиджей, Нидоран, Мэйл. Ага, ага, ага. Но тут больше никто не прокачанный. То есть, заметь... Бастилдон прокачанный. Давайте сюда. И тут вроде уже Дудуо. Ага, ага. Хитмончан. Но тут больше никто не прокачанный. То есть, нормально. Электробаз. Но электробаза мы словили для того, чтобы потом спаривать. Дратини. Замечательно. Тут все уже. Так, нормально, нормально, ребята. Ну и давайте еще... Чтобы не убрать этот момент, ребята, смотрите на задний фон. То есть, не на это окошко покемонов, а на задний фон. Что это за хрень? Ладно, Суйкун, иди сюда. Во, смотрите. Я говорю, Мэйл вот этот раз прям как-то... Не знаю, как он загрузился, но это жопа просто с этими багами. Охренеть, ребята. Фух, так. Глайскор. Твой первый выход. Не подведи нас. Ну, то есть, нормальный удар. Ютюн. Ага, а этот... Ага, я понял, понял. Понял. Замечательно. Я понял, что это за удар. Фейнтата. О-о-о-о. И вот этот. Нормально. То есть, мне кажется, у Глайскора есть будущее, чтобы быть капитаном. Как думаете, ребята? Если так, напишите в комментариях. Есть у Глайскора будущее быть капитаном. О, уже эволюция Синдаквила. В этой серии, я не знаю. Давайте уже отложим Блисси на следующую серию. То есть, в следующей серии мы убьем 19 Блисси, потому что в этой серии мы уже убили одного босса Блисси, да? То есть, в следующей серии мы убьем 19 Блисси. А тут охренай. В принципе, много уровней даже. Квилава, добро пожаловать в нашу банду, можно и так сказать. Где? Вот, замечательно. 14 уровня. Фух. Ну что, ребята, давайте закончим возле нашего дома. Вот прям вот тут. Давайте тут заканчивать, ребята. Всем спасибо за просмотр. С вами был Эдисон. Если хотите вступить в нашу банду, подписывайтесь на мой канал. Не забывай мне сказать свою фразу, ты зараза. Подписывайся на мой канал, ставь лайк, комментируй. Плюс к тому, если ты будешь комментировать, ты будешь поддерживать меня. Потому что я буду видеть, что тебе нравятся комментарии. И также у тебя будет возможность попасть в музей покемонов. Плюс к тому, не забываем писать, ребята, как мы договаривались. Опа. БКП. Банда крутых перцев. Я рад, кто со мной. На этом мы заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. 500 лайков. Выходит сразу же новая серия в этот же день. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...